В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. И это повод сказать им спасибо за нелегкий каждодневный труд, от которого зависит качество нашей жизни. Лучших, настоящих профессионалов своего дела сегодня чествовали в дворце торжеств Центральный. Им постоянно приходится с чем-то бороться. Со снегопадами и наледью, с листьями и грязью на дорогах и дворах, с не очень воспитанными гражданами, позволяющими себе мусорить в подъездах. Они отвечают за нашу с вами безопасность, за то, чтобы в доме крыша не текла, чтобы в нем было уютно и тепло круглый год. И вода, и электричество подавались без проблем. В зале дворца торжеств сегодня собрались слесарь, сантехники, сварщики, дворники, электрики, мастера. Именно от них зависит наше бытовое благополучие, комфорт, чистота, уют и настроение. Поэтому герои в дня приветствовали этой замечательной песней. Улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошие настроения не покинет больше вас. В сфере коммунального хозяйства округа сегодня трудится около 2400 человек. В отрасли постоянно проходит модернизация, внедряются новые технологии, уличные пылесосы убирают снег, листву и грязь. Однако главным по-прежнему остается человек. Его профессиональные и моральные качества. Это в своем поздравлении подчеркнул Алексей Малкин. Без вас этой горячей лады не было бы, свет не включался бы. Мы бы все бы, как бы это не панально звучит, заросли бы в мусоре. Поэтому благодаря вам, города, содержатся в чистоте и нашей поселке, мы пользуемся всеми готовыми услугами. В магазинах продаются товары. И пусть ваш труд будет незаметен, пусть не будет даже особо много благодарности, но и не будет жалоб. Спасибо вам огромное за ваш незаметный, но безумно важный труд на этом подпиши. На их плечах самое хлопотное большое хозяйство округа – краткое и емкое ЖКХ. Работать приходится и в будние праздники, и нередко круглосуточно. И пусть ваша работа будет плодотворной, успешной. Ваши усилия не напрасными, а надежды и мечты ваши пусть бываются. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом с нами и готовы всегда прийти нам на помощь. Выражаю огромную благодарность вам за ваш труд. Я желаю вам успехов, радости, благополучия, благосостояния. И чтобы пусть ваш труд нелегкий, ответственный, приносил вам удовольствие. С праздником! А то, что эти люди любят свою работу, можно судить потому, что наш город, наши поселки, селы и деревни с каждым годом становятся красивее, благоустроеннее, комфортнее для проживания. 25 лучших специалистов в сфере ЖКХ и бытового обслуживания отметили благодарственными письмами за многолетний труд и профессионализм. В их числе и работник комбината благоустройства Светлана Бурмистрова. Убираю территории Пролетарская, Энгельса, Кожевина и Космонавтов, чтобы было чисто. Летом сейчас у нас есть мини-комбайн такой маленький, убирают щеткой. Давайте уважать труд друг друга земляке, чтобы был у нас красивый чистый серпухов. Среди награжденных накануне своего профессионального праздника и один из самых опытных работников эхо-сервиса Владимир Брюзгин. Более 10 лет работает он следственным сантехником. Дело свое любит, несмотря на то, что нередко вынужден приходить на помощь в любое время суток. Да, бывают такие моменты. Ну а что делать людям-то? Надо же, не бросишь людей, чтобы их там заливало. У них, во-первых, и стрессы такие обычные. Вот. И поэтому, когда мы приходим, все-таки они уже успокаиваются. Тем более, вот если мы там работаем не первый год, они нас знают, ну, знают, что мы им поможем. У вас есть какая-то мечта? Мечта? Сантехника какая-то, если я сантехника? Мечта? Лично у меня, как у пенсионера, подольше поработать. Лучше и не скажешь. Пусть так и будет. Работайте сколько позволит здоровье. Если работа приносит радость, это здорово.